Мы продолжаем ход событий открытого канала и у нас, как мы вам и обещали, гости в студии. Сегодня прекрасная, очаровательная девушка. Добрый день. Здравствуйте. Ольга Ильгова. Вы представитель Саратовской государственной юридической академии, но человек, который побывал с 15 по 19 мая, как мы уже говорили, да, в Владивостоке, на фестивале «Российская студенческая весна». Но вы не просто там побывали, да, вы стали лауреатом первой степени в номинации в номинации «Видеоматериал. Индивидуальная работа корреспондента в направлении журналистика». То есть мы вас поздравляем с этим. Спасибо большое. Значимым для вас событием. Давайте немножко поподробнее о самом фестивале «Российская студенческая весна». Насколько я понимаю, это как бы финал финалов уже для всех. Да, то есть для России это финал. То есть сначала проходят отборы на внутривузовском уровне. То есть каждый вуз, к примеру, Саратовской области, он устраивает смотры творческих номеров. Также различные конкурсы, соревнования, выявляет лучших из лучших. И из них формирует уже делегацию, которая отправляется на российскую студенческую весну. В этом году у нас поехало около 57, если не ошибаюсь, не ошибаюсь. Около 57 человек. И из них с академией было около 9. То есть сугубо с вашего учебного заведения было 9 человек. Скажите, пожалуйста, тогда вот такой вопрос. У вас юридическая академия, да? Вы у нас по образованию кто потом будете? Юрист. Юрист. А какая-то специализация? Нет, юриспруденция. Юриспруденция. Почему журналистика тогда так привлекает? Может быть, стоило пойти сразу на факультет журналистики в Саратовский государственный университет? Знаете, у меня стоял такой выбор. В 11 классе я даже ходила на день открытых дверей. Я думала между журналистикой и юриспруденцией. Но почему-то отдала свой выбор именно юриспруденции, так как мне показалось это более перспективно. Я не знала своих возможностей. Мне это всегда нравилось, но я не думала, что у меня это настолько будет получаться. И поступив в академию, где-то через год там появилось свое телевидение. Я, естественно, сразу в него пришла, попробовала свои силы. И у меня начало получаться. И вышел довольно серьезный уровень. Мы сотрудничаем с ГТРК. Мы второй год уже становимся лучшим телевидением России студенческим. Могу сказать, что помимо лауреата первой степени мы также взяли гран-при во всем направлении журналистики. То есть лучшая работа по журналистике, в принципе, на российском языке. То есть лучше из лучших получается. Да, то есть среди радио, фоторепортажей, текстовиков и видеоматериалов нашу работу с оператором Александром Краснощековым, с которым я ездила, выделили как лучшую из всех. Ну, слушайте, я вас поздравляю просто с таким достижением. Давайте продолжим разговор относительно студенческой весны и вот этого ежегодного, насколько я понимаю, фестиваля «Российская студенческая весна». Почему вы в журналистике уже понятно, да, то есть вы как бы целенаправленно, с одной стороны, хотели туда пойти, но получилось так, что вы пошли в юристы, а потом уже переквалифицировались в журналисты. Вот ваш взгляд на это событие именно как журналиста интересен. Что бросилось в глаза, что подметили, что для себя как бы записали в блокнот и что взяли на заметку именно как журналист? Хотелось бы отметить, что этот фестиваль, он в принципе имеет огромное значение для студентов, так как с самого начала, с первых дней, когда ты попадаешь в эту атмосферу творчества, студенчества, молодежи, ты понимаешь, что ты чего-то можешь добиться в этой жизни уже сейчас. И когда мы приехали на «Российскую студенческую весну», сразу было заметно, что ребята общаются. Это моментальные знакомства, которые потом перерастают в дальнейшее сотрудничество где-то, вот с другими, к примеру, в нашем случае телевидениями. Также это возможность каждого реализовать свой потенциал, свои творческие возможности и также обрести некую похвалу, что ли, от знаменитостей, так как «Российская студенческая весна» нас собирает на одной площадке как студентов, которые не профессионалы своего дела, не профессиональные танцоры, не профессиональные вокалисты, не журналисты. Мы все занимаемся совершенно другими делами и по другим профессиям учимся, но там мы имеем возможность пообщаться действительно с гуру танцев, с гуру журналистики, как в моем случае это был Сергей Лазарев. И ты действительно смотришь на этих людей и набираешься опыта. То есть «Российская студенческая весна» это в принципе еще огромный опыт и та ступень, которая помогает человеку, мне кажется, даже в будущем как-то увереннее себя чувствовать. То есть вы хотите сказать, что в принципе студенческая весна, я не имею в виду сейчас финал, российская студенческая весна, а вообще студвесна как некое движение внутри всех студенческих сообществ и высших учебных учреждений, это некий такой институт, который позволяет попробовать свои силы в том или ином направлении, не зависящем от учебы. Да, конечно. А почему же тогда сразу не пойти, если получилось, почему бы сразу не переквалифицироваться в театральный, перейти в театральный институт, вам сразу перейти в журналистику? Да, почему студенты продолжают оставаться вот в своих специальностях, в своих учебных учреждениях, ведь исходя из вашего диплома, да, вы будущий юрист. И вдруг опять вот журналистика. Ну, у вас журналистика, в принципе, это где-то рядом, это вам поможет. А как быть тем, у кого, кто учится на юриста, да, но начинает танцевать или начинает себя проявлять на театральном поприще? Здесь тогда как быть? Разница в том, что когда человек выбирает профессию, он не отказывается от своего хобби. И также, когда он приходит в вуз, в новую среду, он, может быть, и не подозревает, что он умеет петь. Вот в моей практике были случаи, когда люди не знали, что у них оказывается хорошая растяжка, пластика. Они просто пришли, попробовали себя уже в студенческой жизни, будучи, обучаясь на юриста, попробовали себя в чем-то новом, в свободное от учебы время. И это начало получаться, это затянуло, и тем самым люди попали, к примеру, на российскую, ну, можно сказать, на областную студенческую весну, на российскую, уж там не знаю на сколько. А уже именно на фестиваль Владивосток попадают лучшие из этих ребят. То есть получается то, что нам не приходится выбирать между профессией и каким-то будущим, все равно вряд ли можно заработать, к примеру, на содержание семьи, если уж так глобально говорить, танцами. То есть это нужно действительно заниматься с 10 лет, быть профессиональным танцором, стать тренером, выбиться куда-то. Но просто попробовать себя, попробовать эти эмоции, выступить на сцене, реализовать свой какой-то внутренний потенциал, желание, это никак не мешает получать профессию. И поэтому такая возможность, что она есть у студентов, что она поддерживается вузами, что она поддерживается нашим правительством, министерством, это очень круто, классно, я даже не знаю, как это описать. Эти эмоции, они останутся на всю жизнь. Я вот сама до сих пор под впечатлением от российской студенческой весны, и мне очень многое что сказать. Сейчас студенческая весна – это некий момент хобби, который позволяет абстрагироваться от тех учебных каких-то дисциплин и материалов, которые вам необходимо изучать по мере постижения учебной программы. А вот студия весна – это некий такой глоток свежего воздуха получается. Ну, в некой степени да, но журналистика для меня сейчас становится чем-то большим. То есть я уже задумываюсь, особенно когда мой опыт… Второй высший? Да. Ну, второй высший по журналистике, я не знаю, возможно, оно мне не понадобится, потому что уже были предложения, я выиграла уже «Мир права», конкурс тоже у нас проходил по Саратовской области, тоже журналистских программ, телепередач. И уже были предложения от саратовских телестудий, то есть прийти, попробовать себя корреспондентом, то есть не имея образования журналиста. И мне иногда кажется, что я себе начинаю немножко изменять, то есть я всегда хотела быть все-таки больше юристом, чем журналистом, а сейчас я начинаю задумываться, тем более я как раз мне через неделю сдавать госэкзамены. То есть на финальные ступени. Этот вопрос, да, как никогда актуален для меня, но все-таки, я думаю, это можно и совмещать. Но это для меня так, а для многих это… А вообще, вот в вашем конкретно учебном заведении много людей, кто принимает участие вот именно в студенческой весне от общего числа студентов? Да. У нас это движение очень развито, это поддерживается, развивается. Мы уже, ну наш именно вуз, юридическая академия, уже 11 лет подряд берет гран-при в областной студенческой весне, является лучшим вузом по творчеству, также по студенческому самоуправлению. Хорошо, тогда встречный вопрос для сравнения. А как обстоят дела на научном фронте? Ездят ли на конференции? Занимают ли там тогда представители вашего вуза какие-то места? Также являются ли они столь знаменитыми вот в этом поприще? Конечно. И в принципе сама академия, она является прекрасной базой для проведения международных всероссийских конференций. Они проводятся ежегодно, даже по нескольку раз в год. Крупнейшие конференции проводятся на нашей базе. Наши студенты ездят, приносят награды, привозят. И каждый занимается тем, что ему нравится. Я, к примеру, также в научных конференциях принимала участие, пока училась. И также гран-при брала и там. Это никак не мешает. И если человек развит, он развит во всем. И он старается себя реализовать во всех возможностях, которые дает ему академия. И также, думаю, другой в Уссаратской области. Много ли зрителей собирается на студенческую весну, если сравнивать российскую студенческую весну и нашу областную, к примеру? Это нужно только самим участникам и их близким? Либо же это все-таки событие более грандиозного масштаба? Ну, говорить честно, на областном уровне это скорее событие, интересное самим студентам и тем, кто принимает участие. Или следит за жизнью студенческой весны, за ее развитием, переживает за свой вуз, да, хоть и не принимает участие. И в зрительном зале мы видим в основном это родители студентов, преподаватели и сами студенты. Но российская студенческая весна это нечто более глобальное. И все студенты, принимающие участие, они находились непосредственно на сцене. То есть они были в центре этого стадиона, на котором проходило открытие, а трибуны, многотысячные трибуны были забиты буквально ни одного свободного места именно зрителями, которые хотели посмотреть. То есть это от самых маленьких до уже людей в возрасте, которые просто пришли посмотреть на вот эту энергию студенчества, зарядиться, может быть, ей и посмотреть, насколько это красиво, насколько это чисто и вообще классно. Хорошо. Давайте вернемся к вашей номинации, точнее направлении журналистика, да, номинация видеоматериала, индивидуальная работа корреспондента. Как выбиралась работа? Вы везли ее заранее туда, на этот фестиваль, или же она состояла из каких-то многоступенчатых заданий уже внутри самого фестиваля? Хочу отметить, что вот та победа, именно номинация, в которую выделили меня, это решение жюри. Изначально мы ехали в паре, то есть у нас коллективная работа, из-за которой у нас также оценили как гран-при, мы ехали с оператором, и мы ехали абсолютно неподготовленные. То есть мы так, почитали о городе, о российско-студенческой весне, и ехали с камерой, микрофонами, штативами, петличками. То есть мы ехали просто туда работать. Просто туда работать. Действительно, в отличие от других направлений, там танцевальная, театральная, журналистика, это совершенно иное. Потому что мы приезжаем туда не просто один раз выступить и пять дней отдыхать, наслаждаться городом, этой атмосферой, мы едем туда работать. Это были три дня, вот у нас было три конкурсных дня, на которых нам каждый день утром давали задания на планерке. На следующий день в это же время мы должны были принести готовый материал. У нас были сутки, чтобы снять, смонтировать, соответственно, найти всех героев и уже выдать готовый сюжет. И это просто незабываемо, потому что мы не спали, мы не ели. Было очень сложно сориентироваться во времени, потому что семь часов разница, и нам уже хочется спать. А сколько еще подобных групп оператор-корреспондент работал помимо вашей? Около 12. Ну, это прилично. Да, около 12. А в общем представляли 61 регион студенты по всем направлениям. У нас именно в видеоработах около 12 было ребят, причем довольно сильных, по сравнению с прошлым годом, значительно вырос. То есть оборудование, камера, ноутбуки, это все было с собой, это все было ваше, это не предоставлялось там? Представлялись только, ну, телестудия представлялась нам, где стали компьютеры, и возможность, видимо, монтажа код только все. А все остальное? В принципе, такой взрослый, рабочий, трехдневный график, да, вот на таком большом мероприятии. Да. Самое яркое, пожалуй, впечатление вот от вас хотелось бы услышать. Это первое конкурсное задание, когда нам сказали сделать сюжет о студенческой весне и о острове Русском. Мы находились на острове Русском в Дальневосточном федеральном университете, который вот как раз, к которому ведет этот мост русский, знаменитый, Владивостокский. И, соответственно, о острове и Российско-чуденческой весне на острове. Ну, в принципе, это достаточно простое задание. Задания были очень простые, прозрачные, но почему, наверное, нам дали гран-при? Мы старались нестандартно подходить. И мы вывернули просто все свои мысли наизнанку, но решили снять так. Мы показали остров, не просто вот, российская весна, остров, студенты. А мы залезли на крышу Владивостока и показали остров сверху, то есть сняли панорамы. И опустились в... Немножко хулиганили, в общем-то говоря. Мы и опустились в бункеры острова, там это очень популярно, у них более там 20 бункеров различных, подземелий. И у них само движение, это диггеры, которые лазают по этим всем бункерам, оно очень популярно. Мы связались с руферами, с диггерами, они нас провели и на крыше, и под землю. И показали остров со всех сторон. А студвесна это то, что посередине. То есть это на земле, это студвесна. Но самые впечатления были, когда меня подняли на высоту 22 этажей, а я безумно боюсь высоты. Только хотела спросить относительно высоты. Я очень боюсь высоты, но ради хорошего кадра, ради сюжета, ради кадров, что я вот с руфером стою на крыше, я это все-таки сделала. Ради этого преодоления себя я это сделала. Меня держали, я... В моем сюжете есть прям лайв, где я стою, так держусь за эту сетку, потому что мне надо было перелезть по парапету. Подо мной 22 этажа, вот так вот, ну, перелезть просто на саму крышу. И я вот так вот держусь за эту сетку, у меня чуть ли не слезы текут, и я прям... Но я веду свой репортаж. Да, да, но я здесь, и смотрите, вот там вот этот остров русский, мы его сняли. Потом, кстати, был безумный туман. У нас не получилось с той крыши, на которой я все-таки залезла, сделать панораму острова. А нам нужен был именно остров, а не город. Собственно, тема была остров. И мы поехали, нам обещали вид с некой сопки, которая самая высокая точка острова. И ради этого мы проехали 30 километров приблизительно до этой сопки. Не успевали вернуться обратно в кампус. Ночевали там в машине, спали где-то примерно полтора часа. Еще один шок был то, что я водила праворульную машину. Пришлось брать ее в аренду. В Владивосток? Да, нету леворульной машины там в принципе, но ничего, перестроилось. И мы ночевали в машине, встали рано утром, дикий туман, ветер, дождь. Мы поднялись на эту сопку, но с нее все равно не было ничего видно, мы зря это все сделали. Но потом это нам пригодилось как неудачные кадры. Третий сюжет был о делегации саратовской. Третья тема была саратовская делегация в Владивостоке. И мы решили сделать нарезку, ну как не нарезку, а сюжет о трудностях, с которыми столкнулась наша команда. И вот одна из них была как раз таки вот этот подъем на эту сопку, это минут 40 в гору. И по туману, дождю, холоду. Погода была ужасная. И такой вот еще один вопрос. Как встречали и как провожали саратовскую делегацию? У нас известно, встречают по одежке, провожают по уму. Да, ну это такая старая народная мудрость. Насколько я понимаю, саратская делегация впервые ездила туда, на всероссийскую студенческую мудрость? Нет, каждый год представляем, конечно. Хорошо, как в этом году встретили, как в этом году проводили? Делегация Саратова, она в принципе, мне кажется, всегда выделяется, потому что я не знаю почему, но может быть действительно у нас студенческий город, и у нас развито это движение. Но мы приезжаем, и сразу от нас шумно. Мы сразу активные, за нас все переживают, потому что нам на несколько раз, когда мы снимали наши сюжеты, даже подходили, там охрана говорила, эй, потише, пожалуйста. А мы вот свою энергетику упоем гимны, мы дружные. И встречают нас действительно... О, это Саратов. Я, ребята, Саратова знаю, вы молодцы. И несмотря на то, что у нас по сравнению с остальными была малочисленная делегация, мы взяли третье место в общем зачете. И каждый практически участник, каждый член делегации, который приехал, уехал с каким-то призом. То есть мы действительно сильная делегация, и нас знали, нас уважают, и думаю, Саратов себя показал очень достойно. И Саратов. Я люблю Саратов, я люблю саратскую молодежь, и я думаю, везде ее любят. Спасибо большое, Ольга, за то, что были сегодня в студии, рассказали о этом крупном мероприятии. Все-таки российская студенческая весна проводится однажды в год, и желаем всем студентам попасть на нее рано или поздно, если задействованы они в студенческой весне, где-то у нас уже здесь, на уровне города Саратов. Вам желаем занять еще какие-то места в этом направлении, и все-таки подумать, действительно, может, журналистика, это действительно ваше, и право, может быть, не стоит обращать такое большое внимание. У нас в студии была лауреат первой степени номинации видеоматериал индивидуальной работы корреспондента на направлении журналистика Ольга Ильгова. Еще раз спасибо.